Какие симптомы того, что в ваших отношениях уже все рухнуло? Три основных симптома. Первое – это безразличие. Когда к вам на прием приходит клиент, который три часа рассказывает, как он не любит свою жену, как она его достала, это значит, что он ее очень любит. То есть просто сейчас проявляется такая вот, знаете, любовь со знаком минус, но это сильная эмоциональная связь. В моей практике были клиенты, которые 20-30 лет назад расстались с какими-то женщинами, женами своими, и 20 сессий рассказывали, как они не любят, как они жалеют, что они вообще связались с этими женщинами, какие эти женщины ужасные и так далее. Ну понятно, что это очень сильная эмоциональная связь. И вот в таких отношениях далеко не все рухнуло, это вопрос желания и какой-то терапевтической работы для того, чтобы эти отношения восстановить, и бывают, они вполне себе восстанавливаются и успешно продолжаются. А вот когда есть безразличие, то есть такая пустота, нет, не хочется говорить об этом, просто вот как будто нет этого человека, все, тогда скорее всего конец. Второй момент, второй критерий – это потеря уважения. Вот уважение к партнеру – это вообще фундамент, это фундамент отношений. Если есть потеря уважения, но при этом сохраняется влечение, то есть часто клиенты с этим приходят, особенно девушки, что вот я его не уважаю, я вижу, какой он там нечестный, он обманывает, или какие-то зависимости у него, другие женщины, но вот у меня влечении я не могу. Это признак тактичных отношений, если есть уважение, нет уважения и извлечения – это тактичные отношения. И здесь нужно либо восстанавливать уважение, что достаточно сложно, но возможно, и тогда отношения либо перейдут на новый уровень, либо просто пара распадется в таком здоровом варианте, либо уходить физически, потому что еще раз без уважения, то есть пара может быть вместе, развиваться без множества чувств, но уважение – это ключевое для здоровых отношений. Третий критерий того, что все рушится – это, конечно же, отсутствие сексуального влечения. Причем, когда оно было в паре, но в какой-то момент ушло – это легче ситуация, потому что нужно диагностировать, в какой момент снизилось или полностью ушло сексуальное влечение, и вот этот момент он диагностически хорошо точно показывает, вот в каком месте. То есть отсутствие сексуального желания – это реакция на что, на какое травматичное переживание. Чаще всего это какая-то обида, и понимая это, уже можно это проработать, и дальше все восстанавливается. Но есть пары, в которых сексуальное влечение изначально было каким-то минимальным. У меня была клиентка, которая познакомилась с мужчиной. Этот мужчина был всем хорош, вот если подумать рационально, и хорошо к ней относился, и достаточно успешный в социуме, и все хорошо, но она говорила про то, что у меня нет вообще никакого влечения к нему. То есть как-то совсем ровно. И казалось бы, что почему-то тело никогда не врет, тело всегда знает больше информации, чем ваш сознательный ум, и тело реагирует на эту информацию. Есть множество экспериментов на эту тему, в частности известный эксперимент с картами, который проводил и Карл Госта Вьемк, исследуя свое открытие принципа синхронистичности, другие психологи, если вот в каком-то упрощенном виде делали такие эксперименты, что человек тянул карты, не видя, как-то рубашкой вверх или вниз, как правильно говорить, то есть он не видел, какая карта, но при этом перед началом эксперимента было договорено, что если он тянет вот такую масть, ему платят деньги, если он тянет вот такую масть, он теряет деньги. Так вот, замеряли показатели физиологические тела, и когда человек уже доставал карту, то есть он еще не видел, какая там масть, но выбор был уже сделан, и в этот момент тело как-то реагировало. Если это была масть, при которой человек терял деньги, тело реагировало стрессом, если это была масть, при которой он выигрывал деньги, тело реагировало как на что-то хорошее, по физиологическим показателям, то есть вы еще не видели карту, не знаете, что там, а ваше тело уже знает. То есть тело – это же часть бессознательного, наше бессознательное знает сильно больше, чем сознание. Так вот, если в отношениях нет физического влечения, при том, что рационально вы себе говорите – хороший мужчина или хорошая женщина, он подходит, если логически подумать, а вот тело – все, никак не реагирует. Стоит задуматься, и скорее всего есть какая-то информация в этих отношениях, которую вы от себя прячете. Вот с этой, с клиенткой, кейс, который я рассказала, через какое-то время нашей с ней работы ей приснился сон, что она находится вместе со своим вот этим мужчиной, и также рядом с ними присутствует, ну они где-то в ресторане сидят, и рядом с ними сидит, ну за их столом сидит еще одна пара – это друг этого мужчины и его девушка, и моя клиентка говорит – я вас не знаю, что вот этот друг ее обманывает, он ей изменяет, он ее не любит, он очень как-то так потребительски к ней относится, а она все это терпит, и я вас не думаю, ну зачем она это терпит. И когда мы начали работать с этим сном, конечно же, понятно, учитывая ассоциации клиентки и так далее, мы анализировали этот сон. И что этот сон показывает? Конечно же, вот эта вторая пара, друг мужчины и его девушка – это те скрытые части пары, моя клиентка, ее мужчина, которые ее сознание не видела, которые ее сознание отвергала, вытесняла, а тело понимало это, то есть она не видела вот эту нехорошую часть мужчины, которая изменяет, которая где-то потребительски к ней относится и так далее. И вот постепенно через этот сон она начала видеть и эту часть мужчины тоже, и в какой-то момент пришло нормальное, трезвое решение закончить эти отношения. Поэтому отсутствие сексуального желания всегда важный сигнал, который необходимо интерпретировать, потому что, смотрите, вот чувства и телесные ощущения, они никогда не врут, то есть они не могут ошибаться, но вы можете ошибочно их интерпретировать, то есть это не всегда про то, что этот мужчина или эта женщина вам не подходит, не всегда. Вот в данном кейсе это было так, но всегда нужно к этому прислушиваться, если что-то в отношениях вас, не знаю, бесит, раздражает, задевает, опять же тело реагирует или не реагирует, это всегда правда, то есть вот само чувство, оно не может соврать, оно или есть или нет, вам или хорошо, или плохо, вы телом либо хотите партнера, либо не хотите, то здесь невозможно ошибиться. То есть этот сигнал всегда правдивый, его невозможно подделать, но вот интерпретация этого сигнала может быть ошибочной, поэтому хорошо работать с психологом именно над интерпретацией своих чувств, пониманием своих чувств. Вот такие три основных критерия, которые являются такими, да, тревожными звоночками про то, что в отношениях есть серьезные трещины. Такие серьезные трещины. а с Продолжение следует...